Здравствуйте! В эфире сегодня информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Семейная ипотека. Министерство финансов России реализует программу ипотечного кредитования для семей на покупку жилья и на строительство индивидуального жилого дома. В свет вышла книга Люсаны Шевхужевой «Афган». Позади 15 лет работы над книгой и его долгожданная презентация. В Орхиде обновили название горнолыжных трасс, а также обновилась навигация и другая информация для туристов. Подробности в нашем выпуске. Министерством финансов России в целях улучшения жилищных условий граждан, имеющих детей, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Она предусматривает возможность получения до 31 декабря 2023 года семья, в которых после 1 января 2018 года родились первый или последующий ребенок. Льготные ипотечные жилищные кредиты на покупку жилья, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории России. Более подробно можно ознакомиться с информацией на сайте консультационного центра дом.рф. Осень в этом году показала всем свой характер, и он совсем не золотой. По прогнозам синоптика впереди нас ждет бабье лето и хорошая погода. А сейчас погода на выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В октябре во всем мире проводит День поддержки людей с ДЦП. В Черкесске благотворительный фонд «Созидание» совместно с Центром поддержки и взаимопомощи детям «Добро детям» провели информационную акцию, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам людей с ДЦП. В нашей стране информированность граждан об этом заболевании и его причинах удручает, говорят инициаторы акции. Хотя более 17 миллионов человек по всему миру страдают от ДЦП, еще 350 миллионов составляют друзья и родственники, которые тесно связаны с больными. В буклетах, которые раздавали активисты фонда и центра, говорилось о том, что ДЦП нельзя вылечить, но можно максимально скомпенсировать нарушение функций у детей, приспособив домашнюю среду к их нуждам и предоставив вспомогательные средства передвижения и возможности социализации. В наших силах помочь детям с ДЦП обрести настоящее счастливое детство, вырасти и стать частью общества, уверены организаторы акции. 15 лет работы позади и в свет вышла новая книга члена Союза писателей и журналистов России Люсаны Шевхужевой, которая называется «Афган». В издание вошли архивные документы, фотографии, воспоминания, очерки о воинах-интернационалистах Черкеса, которые были задействованы в военной кампании конца прошлого столетия. Накануне презентации с автором встретилась Фатима Даурова. Люсана, здравствуйте! Сегодня у нас очень интересный повод. Это вышла в свет книга «Афган» — ваша работа, над которой вы работали более 15 лет. Поделитесь с нами, откуда возникла вообще идея создания вот такого издания и такой книги? Работа над книгой началась в 2006 году. Тогда я уже была сотрудницей этой редакции, редакции газеты «Черкесскок». И к одной из дат, то ли вывода войск наших советских войск из Афганистана, то ли ввода, я решила подготовить материалы, касающиеся наших воинов-интернационалистов, в особенности черкесов, которые проживали в черкесских аулах. Начала систематизировать эту работу и выяснила, что у многих ребят данные или утеряны, или неполные данные в тех же военкоматах. То есть то, что я мне предоставил военкомат на тот период, он разнился абсолютно с данными, которые были у самих ребят. И тогда мне пришла вот такая идея. Не то чтобы идея, я подумала, как это? Почему у этих ребят, которые прошли через Афганистан, через вот такие горячие точки, почему их данные вот неполные? Почему о них вообще никто ничего? Работа практически как осталась в Советском Союзе, да, так она и осталась. То есть никакой работы практически не было. Я опубликовала то, что насобирала, то, что удалось добыть, опубликовала, и, как и рассчитывала, отклик сразу же появился. Сказали, Люсан, спасибо, конечно, за эту работу. Огромная работа проведена, но она не полная. То есть сюда попали, не попали многие из наших ребят-воинов-интернационалистов. Вот то, что мне нужно было. Я вот по Аульна, прям ходила по домам, по каждому. Для начала я обратилась к главам администрации и с просьбой о том, чтобы мне выдали список воинов-интернационалистов, которые уходили на службу с определенного населенного пункта. Список выдали, и начала я ходить прям подворно, выяснять, есть, проживает, есть такие данные, есть. Где служил, где до службы проходил подготовку, какими орденами, медалями награжден, если погиб, где погиб, и так далее, и так далее. Вот эти данные начала собирать вот с 2006 года. Естественно, в эту книгу вообще попали около 160 афганцев, воинов-интернационалистов с черкесских аулов, 17 черкесских аулов. И по каждому, если человек жив, я лично встречалась или разговаривала по телефону, а кого нет, общалась с родными и близкими. И вот так вот по крупицам в течение, получается, 15 лет эта работа велась. Как журналист, как писатель, что вы испытывали, когда вы проходили через эти архивные материалы, искали, ходили по дворам, общались с самими очевидцами этих страшных событий? Что вы вот здесь пропускали у себя на сердце? На самом деле, эта работа, она очень и морально для меня очень тяжелая была, потому что судьбу каждого воина-интернационалиста, каждого солдата, который прошел афган, который видел вот этот ужас этой войны необъявленной, я пропустила через себя. Да, это очень тяжело. Бывало так, знаете, перечитаю то, что я написала, сидишь и плачешь. Вот не верится, что это на самом деле видели наши 18-летние парни. 18 лет это ребята положили авторучку, да, вышли с парты и ушли на эту войну, практически ничего не зная об этой войне, защищая чужую вообще территорию. Вот настолько они интернационалисты. Авторство — это одно. А есть еще другие люди, которые, несомненно, помогали в этой работе. Может, пару слов о них? Книга осталась бы, во-первых, рукописью. Моей рукописью, которая бы, наверное, лежала еще долгое-долгое время, если бы не люди, которые мне оказали очень большую поддержку и помощь. В информационном плане и в техническом плане. В информационном плане это работники военкоматов, районных военкоматов, это главы аулов, это учителя, которые работают в школах и ведут огромную патриотическую работу. Это создатели музеев, это обычные люди, которым близка вот эта тема. Так же, как и мне. Все уже мы приготовили, продукт был готов, но издать-то надо книгу. Вот. И книга попала в руки Мухаддина Абдурахмаяча Эскендарова. И вот он помог в выпуске, практически полностью поддержал этот проект. И книга вышла благодаря нашему великому, я бы сказала, человеку, Мухаддину Абдурахмановичу Эскендарову. Всем хочу огромную благодарность выразить, потому что действительно помощь была колоссальная. 15 лет работы позади. Что вы почувствовали как автор, когда поставили последнюю точку? Фатим, удивительно, но мне кажется, я еще точку не поставила. Потому что вот я сказала, что сюда внесены ребята со всех черкесских аулов. Но черкесы, ребята, они уходили из Черкеска, из Карачаевска, то есть из городов тоже. Я их не охватывала, поэтому я считаю, что работа не закончена. Это какая-то часть моего труда, я это чувствую. Продолжать буду обязательно. Поэтому дальше тоже буду и гореть, и плакать, и рыдать. Но работа должна быть продолжена, на мой взгляд. Спасибо за эту очень интересную и познавательную беседу. Будем ждать теперь презентации книги и будем искать ее в библиотеках. Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта Архыс получили имена, связанные с космосом. Новые названия уже появились на картах, изданных к началу предстоящего горнолыжного сезона. Заодно к зиме обновилась и навигация, и другая информация для туристов. Теперь гостям курорта будет легче ориентироваться и общаться между собой. Имена присваивались не случайно, они связаны с особенностями трасс. Например, Красный Карлик, сложная и короткая трасса. Белка и Стрелка огибают канатную дорогу. Спутник на Буране ветрено, а с трассы горизонт на северном склоне открывается панорама Кавказских гор. Космическая тема и раньше использовалась в названиях канатных дорог Архыза. Имена новых секций продолжают эту традицию. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!